У одного господина было две черешни. Одна была капризная, а другая — добрая, смиренная и послушная. Каждый день капризная плакала своему господину, говоря, то ей мало воды, то ей много солнца, то ей мало солнца, то жаловалась, окопай меня, удобри меня, не обрезай меня, почему ты так мало заботишься обо мне. А добрая черешня только говорила своему господину, позаботься обо мне, как ты сам знаешь, помоги мне принести хороший урожай. И вот, братья и сестры, прошло время, прошел год, пришло время собирать урожай, и черешня, которая была капризная, о которой господин ходил ее, удобрял, смотрел за ней, она разрослась очень сильно. Она укрепилась стволом, были сильные ветки, много листвы, но мало плодов. Напротив же, черешня, которая со смирением обращалась к своему господину, чтобы он позаботился о ней, чтобы он делал все, чтобы только она принесла много урожая. Она терпела и обрезку, терпела другие какие-то, то, что ей не нравилось, но господин читал нужным и полезным для ней. Так вот, вот эта черешня, добрая и смиренная, принесла огромный урожай. Все ее плоды были большими, спелыми и сочными. Напротив же, черешня, которая выросла большая и которая была капризная, она принесла малый плод и плохой, кислый. Стало стыдно этой капризной черешне. Она обратилась к господину, почему же так произошло? Почему же я принесла такой малый плод? Господин объяснил ей, что не все то, что она считает ей полезно, было полезно для ее урожая. Братья и сестры, здесь большая мудрость. Каждый человек молится Господу Богу, обращаясь к Нему за просьбой, с благодарностью, обращаясь к Богу с покаянием. Но не все послушны Богу. Кто-то у Бога требует «дай мне, Боже, это», «помоги мне, Господи, в этом», «помоги мне в житейских нуждах». А кто-то ищет духовных совершенств, ищет Царства Небесного. Кто-то со смирением обращается к Богу, предоставляя Ему позаботиться о спасении Его души. «Говоря, Господи, я сам не знаю, что мне надо, только одного прошу, да будет на мне воля Твоя. Помоги мне всегда жить по Твоей воле, всегда Тебе угождать и принести обильный плод». Братья и сестры, христианин, который обращается к Богу только с мирскими нуждами, будет услышан. Господь поможет ему. Но принесет ли он духовный плод или он останется духовно бесплодным? Напротив же, христианин, который терпит от Бога и обрезки, и скорби, и неприятности, христианин, который смиряется перед волей Божией и старается жить по всем заповедям Господним, и обильный плод. И еще, братья и сестры, когда приходит человек к доктору, он мне говорит, «Так, доктор, у меня вот такой диагноз, пожалуйста, назначьте мне вот такое лечение. Выбежите мне вот эти таблетки и вот те лекарства». Конечно же, это безумие. Пациент, когда приходит к доктору, он говорит, «Меня болит вот там» и беспокоит вот это. Но он ни диагноз себе не ставит, ни тем более назначает сам себе лечение. Точно так же и христианин, когда обращается к Богу с молитвой, он должен исповедовать ему грехи свои и произвести у Бога исцеление души, исправление, помоги Господи стать лучше и исправиться. Но он не должен сам требовать, «Боже, сделай мне то, сделай мне это. Боже, дай мне такие подвиги, помоги мне нести вот такие врики» и так дальше. Господь может ему помочь и в этих духовных его нуждах. Но христианин, который вот так безумно у Бога требует, он может духовно сломаться. Он может не понести тот или иной подвиг. Поэтому лучше всего пред Богом пребывать в покаянии, отдавать себя на волю и промысел Божий и постоянно молиться Иисусовой молитвой. «Господи, помилуй меня грешно!» И слово «помилуй» вкладывать всю заботу Господа о спасении своей души, чтобы Господь сам позаботился. Слово «помилуй» вкладывать и покаяние о прошедших грехах, и то, чтобы Господь не оставил, помиловал, простил, позаботился, исцелил и как Ему угодно спас Его душу. Есть такая, братья и сестры, хорошая молитва. «Господи, сам как знаешь, спаси меня! Хочу я или не хочу! Ими живей с судьбами! Спаси меня недостойному!» Поэтому, братья и сестры, будем смиренны пред Бога, принимать от Бога все, что Он нам посылает, и взывать к Нему, прося, чтобы Он помог нам принести обильный урожай. Братья и сестры, хочу рассказать еще одну маленькую притчу на эту же тему. Зачнее, даже это скорее история, чем притча. Из-под река было два отшельника, и оба жили не так далеко друг от друга, жили в пустыне, и вот они между собой договорились посадить каждый возле дверей своей кельи пальму, чтобы она приносила тень и давала отдых в жаркий зной. Когда они это сделали, через некоторое время они встретились друг с другом. И вот один обратил внимание, что пальма другого выше и лучше. И он спросил, почему твоя пальма такая высокая, выше, чем моя? Я ведь прошу Божия, дай дождь моей пальме, и Бог посылает. Дай солнце, и Бог дает солнце. Все, что моей пальме нужно, я у Бога прошу, и Бог дает. Но моя пальма не такая высокая, как твоя. Тогда другой отшельник сказал, «А я не прошу у Бога ни дождя, ни солнца. И только прошу, чтобы Бог сам позаботился о ней и сам помог ей вырасти выше». Братья и сестры, смысл тот же, что христианин, который хочет принести много плода, много духовно возрасти и усовершенствоваться, должен доверять Богу. Должен Господи сам обо мне позаботься. Кстати, в братья и сестре есть очень одна большая мудрость. Так, что Бог призывает христианина на определенный подвиг, о котором христианин может даже и не знать. Но если он будет доверять Богу, будет слушать голос благодати, которому Бог призывает христианина, он сможет принести обильный плод. Объясню это таким образом. Например, человек, христианин, хочет стать монахом и молится. «Боже, хочу быть монахом!» Бог может услышать его молитву. Он станет монахом. Но плода может не принести. Потому что его миссия была служить Богу, служить людям в миру. Напротив же и другой пример, когда человек был уготован для монашеского подвига, а он хочет послужить в миру миссионерским подвигом, поедать делами милосердия и любви. Но Бог призывает его на дела отшельнические, уединения, молитва, поста, поклона. И человек, может быть, не знает этого. Как же разобраться? Как принести плод, как послужить Богу тем подвигом, на который Господь Бог тебя уготовал и призывает? Братья и сестры, здесь есть такой ответ. Преподобный Серафим Саровский сказал, «Вся духовная жизнь христианина должна быть стержанием Святого Духа. И как мудрый купец знает, от какой торговли ему больше доход, так и христианин должен опытом познать, какой подвиг дают ему больше благодати. То есть должен испробовать каждый подвиг, и пост, и бдение, и поклоны, и дела милосердия, любви, и молчания, и другие подвиги. И опыт там познать, какой подвиг произносит больше, на том и больше делать свой акцент, делать свое внимание и больше в нем подвязаться. Сам преподобный Серафим Саровский это исполнял. Он и был и в затворе, и принимал людей. Он и стоял на камне, он и был в постах, и земных поклонах. Он много испытал различных подвигов и шел на те подвиги, на которые чувствовал, что я призываю благодать. Братья и сестры, и мы последуем голосу благодати. И мы будем послушны Богу, будем доверять Богу, будем молиться Божию. Помоги нам идти туда, куда ты пошлешь. Делать то, что ты скажешь. Говори те слова, которые ты вложишь в наши уста. Помоги нам, Господи, быть верными твоими служителями и принести обильный плод. Аминь.